Отремонтированные с нуля построенные ФАПы, спорткомплексы, школы, детские сады. Всего 114 социально значимых объектов ввели в эксплуатацию в этом году по краевой инвест-программе. И несмотря на то, что выполнено только 76% и не все деньги израсходованы, осталось еще 2 миллиарда рублей. В краевой Минстрое подчеркивают, результат все равно лучше, чем год назад. Завершено строительство средней школы с бассейном на 550 мест в квартале 2008 города Барнаула. Выполнен капитальный ремонт школы номер 2 в селе Родина, Родинского района. Введен в эксплуатацию детский технопарк Кванториум-22. Проведен значительный объем капитального ремонта во многих муниципальных образованиях. В планах на следующий год построить или отремонтировать 228 объектов. Работы на 150 из них затянулись и перешли в программу 2019 года. Не укладываются в срок из-за проблем с оформлением проектно-сметной документации. Нередко муниципалитеты пытаются облегчить себе пути, к примеру, выдать реконструкцию здания, которая требует проведения госэкспертизы, под видом капитального ремонта, который этого не требует. Это махинация. С нового года такое станет невозможным. В силу вступают поправки в градостроительный кодекс. Они обяжут заказчика перед началом строительства иметь не просто смету, а подробный проект, прошедший госэкспертизу. Государство берет на себя ответственность за проведение контроля и качества проектной документации для того, чтобы были более-менее относительно единые стандарты. Потому что на сегодняшний день частные компании, наверное, имеют возможность в каком-то другом формате расценивать данные реконструкции или капитальный ремонт. Новый подход и в сфере многоэтажной застройки. Теперь все чаще планируются не единичные дома, а целые жилые комплексы с развитой инфраструктурой, школами, садиками и парковками. Валентина Аскера, Александр Антропов. Наши новости.